Валерий Ширяев всю жизнь работал на железной дороге, а как ушел на пенсию, задумался о том, чем ему заниматься в свободное время. Выбор пал на дачную жизнь, огород, закрутки и семью. Со временем мужчине в голову пришла идея вырастить в огороде сливу из маленького саженца. Она прижилась и даже начала давать плоды. Потом уже до винограда начал привозить виноград. Сначала с Москвы привозил. Там неудачи были, конечно, в выращивании. Потом начал литературу изучать. Более-менее дело пошло. Сначала в ведрах выращивал, но потом надоело таскать ведра. Решил попробовать в открытом грунте выращивание. Методом проб и ошибок пенсионер превратил обычный огород в цветущий сад с шестью видами винограда – абрикосами, яблоками, сливами и даже земляникой. В 2021 году, рассказывает Валерий, был самый большой урожай. Одного только винограда было 5-6 ведер каждого вида. Жимолость у меня первая начинается. Потом малина одновременно со сливой начинается, с ранней сливы, синей, скороспелой. И абрикос. Абрикос уже в середине июля начинает падать. Сейчас яблони там уже спеют. Но груши будут в середине сентября. Сад Валерия Ширяева – это яркий пример, как многолетний труд и терпение побеждают суровый забайкальский климат. А рядом с обычными огурцами вырастают экзотические фрукты, про которые, кстати, пенсионер знает абсолютно все. По его словам, растения чувствуют его заботу и радуют плодами. Укрываю его на сему, подкармливаю, обрезку делаю винограда. Вовремя надо делать обрезку по нашему климату, потому что вегетационный период очень маленький. Для того, чтобы сократить вегетационный период, вот видите, на стене темным цветом накрашено. Для того, чтобы днем стена нагревалась, а ночью отдавала тепло. И фотосинтез был часа на два, на три, дольше. Мужчина признается, что для него это стало, как вырастить картошку. Да и его семья привыкла, что внуки у дедушки могут поесть не только малины, но и сладких слив вместе с абрикосами. А когда настанет время и несколько тазиков винограда. Урожай большой, все-таки объемный получается, как я понимаю. Куда одеваете? Ну, когда родственники, сами перерабатываем соки, компоты делаем, варенье. Небольшой сад прямо у себя в огороде, по словам Валерия, может попробовать сделать каждый забайкалец. Да, понадобится много времени, но при должном подходе, изучении необходимой литературы и понимание наших тяжелых для растений природных условий и капельки эксперимента может вполне получиться. Григорий Анипер, Антон Носов, РТК Забайкалье.